Все дети любят сказки, рассматривать интересные красочные картинки иллюстрации, которые рассказывают о героях книги ничуть не меньше, чем текст самой сказки. А кто же создает эти иллюстрации? Ну, конечно, художники. Художники-иллюстраторы. Художники-сказочники обладают удивительной способностью переноситься в детство, а волшебными палочками им служат обыкновенная ручка, карандаш и кисточка. Сегодня, как художник-иллюстратор, мы создадим с тобой обложку для книги сказок. Для создания одинаковых элементов узора мы будем использовать штампы. Для этого возьму большой кусочек пластилина любого цвета, разомну его, скатаю колбаску, а потом начну формировать листок. Листочек должен быть достаточно высокий или толстый, чтобы было удобно его держать в руках. Возьму ножик и нарисую на листе прожилки. Чтобы отпечатать дольку апельсина, лимона или получился цветок, нужно взять кусочек пластилина, размыть его в руках и скатать толстую колбасу. Стеком нарисуем дольки или лепестки. Если мы окунем его в голубую краску, получится василек, в оранжевую, апельсин, в желтую дольку лимона. Теперь сделаем спираль. Скатаем толстую длинную колбаску. Расплющим, растянем пальцами. Можно сделать это в руках, а можно аккуратно скрутить на доске. Штампы готовы, переходим к рисованию обложки. Нам с тобой понадобится баночка с водой, гуашь, салфетка для просушивания кисти, кисть, ватные палочки, восковые мелки. Восковым мелком нарисуем дорожки для узора. Густую гуашь наносим на штампы. Гуашь наносим на штампы. Гуашь наносим на штампы. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова На узких дорожках сделаем узор ватными палочками, чередуя желтую и красную гуашь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Назову свою книжку сказки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обложка для книги сказок готова! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА